Эта история произошла в прошлом году, когда мы с мужем отдыхали в одном из курортов Хорватии. В первый день за обедом познакомились семейные пары из... ну это не так и важно, откуда они. Они уже здесь были два дня, можно сказать, были старожилами по сравнению с нами. К тому же выяснилось, что Илья и Марина тоже были любителями дайвинга, как и мой муж Сергей. Да и вообще ребята оказались довольно компанейскими, и мы с ними вместе проводили почти все время нашего пребывания здесь. Обед, ужин, пляж, дайвинг, походы по магазинам, вечерами ходили вместе на различные увеселительные мероприятия. Единственное место, где мы не встречались, это завтрак. Марина была любительница долго спать, хотя и я тоже не прочь поваляться. Но так как я быстро сгораю, приходилось ходить на пляж с утра или ближе к вечеру. Поэтому за завтраком у нас за столом были другие соседи, чаще всего два парня немного моложе меня. Я, может быть, и не обратил бы на них внимания, но один довольно хорошо говорил по-русски с небольшим акцентом. Второй всегда молчал и только улыбался. Я долго гадала, откуда они. Вариантов было много, отмела только представителей Южной Европы. В итоге остановилась на шведах, немцах. Было любопытно, угадала я или нет, но спросить было как-то неудобно. Наше с ними общение ограничивалось приветствием и пожеланием приятного аппетита. У нас сложился определенный распорядок дня, который практически до самого завершения отдыха почти не нарушался. С утра после завтрака на пляж Марина и Илья подходили немного позже. Когда было самое пекло, мы или расходились по номерам, или выходили в город. Когда же раз подало – дайвинг. Затем снова пляж почти до самого заката, а потом бар, кафе, танцы. В отличие от них, я так нырянем с аквалангом и не увлеклась, хотя муж и предпринимал попытки меня приобщить. Но, погрузившись на небольшую глубину, меня охватывал панический страх, я боялась, что мне не хватит воздуха, и я всплывала. Перебороть этот страх я не смогла, и Сергей махнул на меня рукой. Я вместе с ними выходила в море, плавала около катера или загорала на палубе. Дня через три мне это надоело, и я стала оставаться в отеле, проводя время около гостиничного бассейна. Я плавала или просто полулежала в шезлонге. Иногда брала с собой какие-нибудь журналы, чтобы было не так скучно. Вот и в тот день я, освежившись в бассейне, сидела и листала журнал, когда буквально у самого уха раздалось. Добрый день! И хотя сказано это было негромко, от неожиданности я вздрогнула. Журнал выпал из рук. Голос я узнала. Трудно было не узнать этот акцент. Я повернулась на голос, рядом стоял сосед по завтраку и улыбался. Но, прочитав по моему лицу, что я о нем думаю, улыбка исчезла с его лица, и он стал извиняться и говорит, что не хотел меня напугать и просит его простить. Я молча отвернулась и стала снова листать журнал. Сердце в груди от испуга жутко билось. Он еще раз извинился и исчез. Прошло несколько минут, я уже успокоилась, и тут он снова появился. Извините, пожалуйста, начал он снова. Я не думал, что так получится, я просто хотел. Хорошо, я уже пришла в себя. Больше так не делайте. Да-да, извините, разрешите вас угостить. Я посмотрела на него, в руке у него был бокал вина, а на лице было написано искреннее раскаяние. Мне даже стало его жалко. Я взяла протянутый мне бокал и сделала пару небольших глотков. Вино было прохладное и приятное на вкус. Он еще несколько раз извинился, а потом как-то незаметно завязался разговор. Больше говорил он, я так иногда вставляла пару слов. Я много о нем узнала. Зовут его Андреас, но можно звать просто Андрей. Что он немец, что он с родителями когда-то жил на Волге, что в 90-е годы они уехали в Германию, как он выразился, на историческую родину. Теперь понятно, почему он так хорошо говорит по-русски. Что он тут отдыхает с другом, зовут его Курт, что он немного понимает по-русски, но не говорит. Как-то незаметно мы перешли на «ты». Я слушала его, меня смешило, как он иногда строит фразы. Видимо, дома не так много практики, да и некоторые слова он говорил смешно. Но время пролетело незаметно. На следующий день он снова пришел. На третий день я его уже ждала. Он приходил каждый день. Я быстро привыкла к его присутствию, что стало даже волноваться, если он задерживался. Мне быстро нашли общий язык, мне нравились наши с ним беседы, да и сам он оставлял приятные впечатления. У меня даже появилась к нему некоторая симпатия. Мы говорили о многом. Как-то получилось, что запретных тем не было. С ним было просто легко и приятно. Наше пребывание здесь перевалило через экватор. Ни были похожи один на другой. И тут выяснилось, что у Марины день рождения. Это событие изменило в тот день распорядок нашего отдыха. Мы с Сергеем полдня искали, что ей подарить. Вечером они нас пригласили в кафе. Легкий ужин, танцы, мужья пили виски, мы же с Мариной пили местное красное вино. Такое легкое и приятное на вкус. И довольно коварное, как выяснилось потом. Вино пилось, как сок. Совершенно не чувствовалось алкоголя. Мы выпили с Мариной уже прилично, а голова была светлой, даже легкого опьянения не чувствовалось. Мы с подругой отрывались на танцплощадке. Сергею и Илье вскоре танцы надоели. И они, усевшись за столом, о чем-то беседовали. А мы с Маришкой время от времени возвращались за стол, чтобы немного отдышаться и утолить жажду. Настроение было замечательное. К тому же на меня стало действовать выпитое вино. Я почувствовала, как стала быстро пьянеть. Появилась какая-то эйфория. В какой-то момент, когда мы были за столом, я увидела около барной стойки Андрея и Курта. Увидев меня, Андрей помахал рукой. Я машинально помахала ему в ответ. К моему удивлению, он направился к нам. «Разрешите пригласить вашу жену», – обратился он к моему мужу. Сергей на мгновение отвлекся от разговора с Ильей и кивнул головой в знак согласия. Сначала была пара быстрых танцев, затем медленный. Он обнял меня за талию, я положила руки ему на плечи, и прижавшись друг к другу, мы медленно двигались под музыку. Он мне шептал на ухо, я слушала его и смеялась. Музыка закончилась, мы вернулись к столику. Видимое, Марине тоже уже надоел мужской разговор. Она пригласила Андрея за столик. К моему удивлению, он принял приглашение, узнав, что у Марины день рождения, поднял тост за именинницу. Немного посидев, мы втроем, я, Марина и Андрей пошли снова танцевать. Когда музыка стала медленной, Андрей снова пригласил меня. Когда танец закончился, мы вернулись за свой столик. Снова выпили, немного отдохнули. Я предложила всем пойти потанцевать. Сергей и Илья отказались, Марина тоже. Мы снова ушли танцевать с Андреем, и когда снова был медленный танец, его рука во время танца скользнула с талии и легла мне на бедра. Андрей, что? Он сделал вид, что не понял. Рука. Извини, как-то машинально. Через какое-то время все повторилось, и хотя он опять наивно оправдывался, что как-то так получилось, делал он, конечно, это специально. Потом снова его рука опустилась, снова и снова. Я перестала ему говорить, и хотя его прикосновения были мне приятны, просто я стала сама возвращать его руку на талию. На следующем медленном танце все повторилось. И в какой-то момент мне уже надоело убирать его руку. Я просто перестала обращать на это внимание. На танцплощадке был полумрак, на нас никто не обращал внимания, да и до нашего столика было далеко, и другие танцующие нас прикрывали. Он стал слегка поглаживать меня. Его поглаживание было таким приятным, но все же всему есть предел. Андрей, перестань. А разве тебе не приятно? Его вопрос просто ошарашил меня. Я думала, он будет оправдываться, а он... Я даже не нашлась, что ему ответить. Он крепче прижал меня к себе и стал шептать на ухо. Ты такая красивая. Ты так мне нравишься. Когда я тебя увидел, комплименты сыпались друг за другом. Его слова были бессвязны, но так приятны, так подоражили мое сознание. Его руки, алкоголь, голова пошла кругом. Перестань, прошу тебя. Поток комплиментов продолжался и продолжался. И вдруг он перестал говорить и стал меня целовать. Ухо, волосы, шею. Приятная дрожь пробежала по телу. В груди появился жар. И тут я почувствовала, что его действия стали более активными. Господи, что же он делает? Он что, с ума сошел? Прекрати! Я уже не просила, я его умоляла. Не надо! Я вся дрожала от желания, или от страха, или от всего сразу. Он взял меня за руку и потянул за собой. Я шла за ним, как под гипнозом. Все было словно в тумане. Он буквально тащил меня куда-то. Наконец мы остановились. Он прижал меня к чему-то спиной и снова стал целовать. Я ничего не понимала. Где я? С кем я? Поцелуи покрывали лицо, волосы, шею. Я вся дрожала. Он губами нашел мои губы и впился в них. Кожа покрылась мурашками. Мое желание становилось все больше и больше. Андрей перестал меня целовать. Я чувствовала кожу лица, его тяжелое прерывистое дыхание. Я вся дрожала. Мне стало не хватать воздуха. Милая, давай займемся этим. Откуда-то, словно издалека, еле пробивались музыка и читы голоса. И это меня нисколько не волновало, даже наоборот. В голове был полнейший туман. Потом мы прошли через заросли кустарника и вышли на аллею. Кафе было в пару шагах. Меня аж бросило в жар. Оказалось, что все происходящее с нами было практически у стен кафе. Нас же могли увидеть. От этой мысли я снова ощутила приятную волну по телу. Меня бросило в жар. Затем в груди стало холодно. Пара минут ему у входа на танцплощадку кафе. Наклонился ко мне и прошептал. Ты просто чудо. Когда муж уснет, приходи. И он назвал номер. Я все еще была немного не в себе. Неуверенной походкой сразу же направилась в туалет. Я обмыла лицо водой, стала немного приходить в себя. Вода освежила меня. И только теперь до меня дошло, что произошло. Я, замужняя женщина, только что изменила своему супругу с малознакомым мне парнем. Пошла к мужу и друзьям. Когда уже подходила к своему столику, появился мандраж, и с каждым шагом он становился сильнее и сильнее. Внутри появился холод, щеки загорелись огнем, ноги стали словно не мои. Но, к моему удивлению, никто даже не поинтересовался, где я была. Я просто рухнула на свой стул и налила себе полный бокал вина. Я медленно его выпила, пытаясь не показать, что что-то произошло. Но, как я ни старалась, Сергей понял, что я немного не в себе и спросил. «Лен, что случилось? Ты вся белая». Я была в своих мыслях, и вопрос застал меня слегка врасплох. «Ничего, все нормально. У меня голова немного закружилась. Я даже на улицу выходила свежим воздухом подышать. Может, к себе пойдем?» «Нет, мне уже лучше». И к моей радости он снова заговорил с Ильей. В этот момент я почувствовала огромное облегчение. Значит, никто не заметил моего отсутствия. Но душе даже стало легко. Мандраж пропал. Только сердце бешено заколотилось в груди. Я маленькими глотками пила из бокала, а перед глазами был Андрей. Внизу живота стало жарко. «Лен, ты как?» Вопрос мужа снова застал меня врасплох. «Что? Может, к себе пойдем?» Я молча кивнула. У меня было странное внутреннее состояние. С одной стороны, все произошедшее меня дико порадовало, но в то же время не давал покоя страха от того, что нас могли обнаружить. Сергей шел слегка пошатываясь. За вечер он выпил довольно прилично. Мне это нисколько не пугало. Я вся была в предвкушении предстоящей ночи. Надеюсь, больше в моей жизни подобные эпизоды с незнакомцами не повторятся. Редактор субтитров А.Семкин